Это рукопись. 39 страниц, написанных плотным убористым почерком, было обнаружено в 1996 году в архиве управления ФСБ по Архангельской области. На последней странице дата. 3 февраля 1931 года. Спустя 4,5 месяца, 20 июня 1931 года, автор рукописи Евгения Ярославская-Маркон была расстреляна во дворе штрафного изолятора Соловецкого лагеря на Секирной горе. Евгения Ярославская-Маркон. Моя автобиография. Часть вторая. Однако, возвращаюсь к своей автобиографии. В 1922 году я наскоро окончила университет. Учиться и учиться уже утомила. Исполнилось мне 20 лет. Просто и откровенно хотелось замуж. Хотелось полюбить человека всеми помыслами, без остатка, ласкать его, стряпать ему обед. В это время мною интересовался один довольно крупный ленинградский, тогда еще петербургский, спекулянт. Мне нравилась в нем смелость, рисковость, отчаянность. Как только ускользал от чеки человек, то, что он был спекулянт, ничуть не отталкивало меня. Наоборот, ведь он рисковал головой, ежеминутно мог пойти под расстрел. И значит, имел столько же права на прибыль, как вор и как бандит. Спекулянт эпохи военного коммунизма – это совсем не то, что какой-нибудь измельчавший потомок Ротшильда, жиреющий на готовом. Еще немного, и я бы, вероятно, полюбила бы этого спекулянта. Но тут, совершенно случайно, на вечере биокосмистов, познакомилась я с Александром Ярославским, прибывшим из Москвы в Ленинград с вечерами и лекциями, имевшими в Ленинграде шумный, с небольшим пикантным привкусом скандала, успех. Комитет поэзии биокосмистов был литературной организацией, возглавляемой Александром Ярославским. Биокосмизм – литературное направление. Когда я в первый раз увидела Александра Ярославского, он мне напомнил большого по размеру, но еще совсем маленького по возрасту котенка. И захотелось мне в душе пригладить его необыкновенно пушистые, мягонькие-мягонькие каштаново-бронзовые кудри. Захотелось непременно еще раз увидеть его лукавые печальные карие глаза. Но полюбила я его постепенно. С каждой встречей все больше. А по-настоящему мы оба полюбили друг друга уже после брака. С каждым годом, с каждым днем совместной жизни все больше и крепче. Александра Ярославского можно не полюбить, не всякому дано оценить его, но разлюбить его невозможно. Гениальный, хотя и шибко шероховатый талант, всеобъемлющая мудрость, полнейшее отсутствие внутреннего лицемерия, великолепнейшее презрение к так называемому общественному мнению – вот черты его души. Дороже всего ему космос, стихия, ритм. Всегда прислушивающийся к своей творческой фантазии, к своей внутренней мозговой радиоантенне, чутко настроенный на радиоволны Вселенной, он досадливо морщился на каждый посторонний звук, не любил, чтобы сбивали настроение, и потому казался многим заносчивым, неуживчивым, капризным. Но, неприветливый к случайным гостям, он чутко отзывался на всякое несчастье и всякому нуждающемуся помогал. О нем можно сказать, что он принимал людей по одежке. Чем хуже одет человек, тем задушевнее, чем прилизаннее и богаче, тем отталкивающе. Наша с ним любовь друг к другу – любовь двух играющих вместе детей, любовь матери и сына, любовь отца и дочери и великая дружба двух друзей-соратников. Мы никогда не имели тайн друг от друга. Даже самое сокровенное, иногда просто мелкое, порою стыдное, друг другу поверяли. Вместе мы читали лекции. Я бывала садокладчицей на литературные и антирелигиозные темы. Антирелигиозные свои диспуты со священниками мы проводили почти искренне. С искренним убеждением разбивали все доводы противника в пользу идеализма и бытия Божия, благоразумно умалчивая о том, что совершенно так же недоказуем, хотя и не опровержим зато материализм. И любилы же я эту нашу скитальческую, творческую, любовную жизнь, описанную Ярославским в двух его романах – «Бродячий лектор» и «Семь дней творения любви». Ректорские кастрюли по всему Союзу. Мурманский край, Ташкент, Урал, Поволжье, поезда, пароходы, мягкий и вкусный санный путь. Эх, об этом бы писать и писать. А бессонные, непостижимо прекрасные для того, кто не испытал творческие ночи, когда он диктовал мне свои произведения. Творил он совершенно иррационально, исключительно по настроению. Больше всего он любил творить ночью. Когда печка в комнате топится, отвернется, бывало, к печке, закроет глаза руками и диктует, диктует, словно прислушиваясь к чьему-то голосу. Голосу стихии, голосу внутреннего ритма. Я уже упоминала, как он любил тишину, безмолвие. Этому настроению посвящено стихотворение его «Пауза», имевшее большой успех за границей, переведенное на немецкие и английские языки. Нужно было пережить, чтобы постигнуть все наслаждение нашего совместного творчества. То есть творил, собственно говоря, он один. Я исполняла чисто техническую роль, выстукивая на машинке. Но он меня вводил за собой в свое творчество. И все-таки, несмотря на нашу дружбу, на прожитые в любви восемь лет, только теперь оценила я до конца эту удивительную личность. До конца ли? Только теперь моя любовь к нему достигла своего кульминационного пункта. Теперь. Когда? В 1923 году, в марте, прожив с Ярославским ровно три месяца, попала я под поезд, и мне пришлось ампутировать ступни обеих ног. Событие настолько для меня ничтожное, что я чуть было не забыла о нем упомянуть в своей автобиографии. В самом деле, что значит потери нижних конечностей по сравнению с такой большой любовью, как наша, перед таким всеслепляющим счастьем, как наше. В 1926 году поехали мы за границу. Там Александр Ярославский организовал сам, с помощью антрепренера, никакая организация ни советская, ни эмигрантская не принимали в этом участие, большую лекцию, диспут на тему «Правда о советской России». Основная идея его доклада была не социалистический рай, не большевистский ад, «Обыкновенная капиталистическая страна». Вот что представляет собой советская Россия в настоящее время. С наболевшую писательской горечью критиковал докладчик тяжелый цензурный прижим, давящий и придавивший литературу и поэзию советской страны. Критиковал он также правую в тот момент крестьянскую политику ЦК. Аудитория была несколько разочарована, ждали очередных сенсаций и разоблачений, подваловчаки и истязаемых младенцев. Чье имя из великих князей наиболее популярно в настоящее время в России, Николая Николаевича или Кирилла Владимировича? Поступила после доклада записка публики. Ошарашенный Ярославский поспешил разъяснить, что Россия вообще мало думает о беспризорных монархах, что она занята гораздо более серьезными и насущными вопросами. К тому же идея монархии скомпрометировала себя навсегда. Но тяжелые впечатления от записки осталось. «Я начинаю жалеть о сегодняшнем докладе», — говорил он мне в тот же вечер, как только мы вернулись домой. «Сделанного уже не поправишь. Но зачем? Зачем я говорил перед этой сволочью?» «Конечно, все социалистическое в России рассосалось. Конечно, писателю в ней жить невозможно. Цензура давит прямо, как какой-то испанский сапог. Все это так. Но все это можно говорить и должно говорить перед своими, а не перед врагами. Для меня свои все-таки большевики. Хоть сволочь, а своя сволочь». Доклад этот состоялся осенью 1926 года в Берлине, в помещении Логенхайма. Какой-то недоделанный коммунистик из торпредства под веселый смех аудитории, заплетающимся языком, доказывал, что в Советской России электрификация. И вообще мы идем к социализму. Я выступала садокладчицей Ярославского. И если он говорил больше всего о положении советской литературы и о крестьянском вопросе, все время подчеркивая, что в аграрном вопросе, разумеется, никакого поворота к старому до октябрьскому быть не может, что будущее за середняцким крестьянством и что оно имеет все права на это будущее, то я посвятила свою речь главным образом нелепости и подлому лицемерию карательной политики большевиков, направленной вовсе не против контрреволюции классового врага, а против люмпен-пролетариата, против мелкого, самого обездоленного босячества. Между прочим, стенографическая запись этого моего садоклада, сделанная в Берлине секретным сотрудником ГПУ, имеется в Москве, на Лубянка-2, в пределе Александра Ярославского. Второй наш доклад о Советской России был сделан в Берлине, в помещении кафе «Леон», в партийном клубе меньшевиков. В начале своего доклада Александр Ярославский подчеркнул, что сам он не меньшевик и даже не анархист, если можно так выразиться, а анархистовующий литератор. Первоначальное впечатление у меньшевиков было у Ярославского благоприятное. Особенно умилили его штаны товарища Юдина. Зашел Ярославский в редакцию социалистического вестника и, вернувшись домой, говорит мне, смотри, это ведь не то, что прилизанные господа Гессены. Повернулся Юдин книгу какую-то достать, а брюки у него с заплатой. Может быть, он и вправду социалист? Позднее, приглядевшись ближе к берлинско-российским меньшевикам со всеми призливым лицемерием, Ярославский разочарованно говорил, «Штаны меня в заблуждение ввели. У меня была мелькнула мысль, что он, возможно, искренний социалист, если ходит в старых брюках. Теперь сильно подозреваю, что он, сволочь, просто где-нибудь случайно на гвоздь сел. Приеду в Россию, и если не расстреляют, непременно напишу фильетон под заглавием «Штаны меньшевика». Кроме своего известного ГПУ и широкой публики, открытого письма в ЦК партии и наркому Луначарскому, а также не менее известной полемики с Емельяном Ярославским, Александр Ярославский напечатал в Берлине свои маленькие рассказы и несколько стихотворений. Кроме того, он напечатал в Берлине книжку своих стихов «Москва-Берлин», проникнутую тоской по Советской России. Затем мы оба сотрудничали в телеграфском агентстве «Азиан-Ост-Ойропа-Динст». Поместив сгоряча в газете «Руль» свои открытые письма наркому Луначарскому и к Емельяну Ярославскому, Ярославский долго мучился тем, что эти наболевшие письма появились первоначально в руле и решил больше не иметь с рулем никаких дел. Я же, наоборот, все время сотрудничала в руле в качестве постоянной филейтонистки, под псевдонимом Г. Светлова. Из серии моих филейтонов, объединенных под заглавием по городам и весям, упомяну здесь несколько. Интервью с астраханскими карманниками, русский «Багдад-Ташкент» и «Трактир». В них я гнула все стуши свою басятскую блатную линию. Ярославскому я доказывала, важно содержание моих филейтонов, а вовсе не то, где именно они появляются. И вообще, что за интеллигентская чушь? Что такое литератор? Спец художественного слова, квалифицированный рабочий словесного цеха. Как и всякий рабочий, литератор работает на предпринимателя-издателя под присмотром старшего мастера, редактора. До убеждений последних двух ему нет никакого дела, как нет дела рабочим до убеждений фабрики. Почему винить сотрудника буржуазной газеты в измене классовой линии и не винить в том же наборщика, который ее набирает? Ведь если последовательно продолжить рассуждение тех, кто осуждает сотрудничество буржуазной прессе, то получится, что еще гораздо более опасные предатели рабочего класса и фашисты – крупские рабочие. Ведь они работают на фашиста-круппа. И из их пролетарских, быть может даже коммунистических рук, выходит оружие для империализма. Иногда, правда, руль несколько предвосхищает события. Еще раньше, чем в России наступит тот или иной очередной кризис, руль в панической передовой сообщает о нем, как о наступившем факте. Но не было еще ни одного случая, чтобы через самый кратчайший срок в СССР на деле не наступил возвещенный преждевременно рулем кризис. Можно подумать, что наш Союз стыдится не оправдать того мнения, которое создал себе о нем Иосиф Владимирович Гессен. С самого первого своего доклада о Волгенхайме Ярославский начал поговаривать о немедленном возвращении в Советскую Россию. Я угрюмо молчала. Мне гораздо больше хотелось объездить маленькие, словно игрушечные, но будто вот-вот вышли из мастерской Кустпрома Пририоинские города, которые помнила и любила с детства, когда побывала там с родителями. Затем побывать в никогда еще не виданном мною Париже. Поживем за границей хоть этот год до конца, пока наши паспорта не истекли. Уговаривала я его раз, другой. А ведь в самом деле, согласился он однажды, поеду в Россию расстреливаться. Почему бы мне напоследок перед смертью не повидать Париж? Вот именно. Пока паспорта не истекли, махнем в Париж и обратно. Два месяца дожидались мы французской визы. Через два месяца нам отказали. Вообще, с советскими паспортами во Францию пускают неохотно. Взять же Нансеновские паспорта Ярославский считал ниже своего достоинства. И я с ним в этом была вполне солидарна. Пусть я буду блудный сын советской России, но все-таки я сын ее. Эти советские паспорта имеют для меня прямо-таки какое-то символическое значение, говорит он. Мы решили отправиться в Париж безо всякой визы. К французской границе поехали мы, не имея еще никаких определенных планов, как именно переправимся через границу. Из вещей взяли с собой только посменки белья и кровные наши, рукописи и пиш-машинку. К пиш-машинке оба мы относились как к чему-то родному, одушевленному. Еще бы, ведь она была третьим сотоварищем в нашей товарищеской игре. Недаром Ярославский в одном из стихотворений вошедшем в сборник «Корень из я», шутя называет машинку вторую своей женой. Бедная верная машинка. Кто мог тогда думать, что она разделит нашу судьбу? В Ленинграде при аресте Ярославского она была отобрана и так и осталась в ГПУ. Но тогда за границей она еще была с нами. И теперь, когда мы собрались через границу, Ярославский, неаккуратный, как и я, ко всем остальным вещам, бережно, как ребенка, нес ее за спиной в рюкзаке. Доехали мы до Зарбрюкина. Там решили понюхать воздух и решить, как действовать в дальнейшем. Зарбрюкин – маленький городок, ставший волею Версальского договора пограничным. Благодаря этому обстоятельству для местных жителей открылся новый источник заработка – контрабанда. Городок расцвел, привлек массу пришлого элемента, зажегся заманчивыми огнями шикарных ресторанов и кафе с картежной игрой. Но для наших целей гораздо подсобнее оказалась странная трущоба под названием Фолькскюхе – народная кухня, куда мы нарочно пошли. Там за не особенно дорогую плату подавали через окошечко в стене одно-единственное блюдо – суп в мисочках, напоминавших опрятные плевательницы. Желающие, внеся небольшой залог, могли получить еще оловянную ложку. Но залог вносили немногие. Большинство хлебали через край. Супу на порцию наливали много, так что можно было наесться досыта. Состоял он из риса и чистой воды, но был почему-то серый, точно крепкий навар серой глины. Учреждение это было муниципальным и носило полублаготворительный характер. Здесь-то, за миской супа, смирный и словоохотливый контрабандист растолковал нам, где и как переправляться через границу. Он посоветовал нам доехать поездом до немецкой деревушки Кляйн-Россель. Кляйн-Россель крошечной речушкой отделяется от французской деревни Гросс-Россель. Из Гросс-Росселя в Кляйн-Россель бабы через мостик преспокойно ходят на базар, но на мостике все же поставлен французский пограничный пост, следящий за тем, чтобы не переносили контрабанду и не переходили границу посторонние, не местные жители. Когда мы шли через мостик, пограничник подозрительно смотрел на нас. Тогда мы демонстративно остановились посреди мостика. Ярославский вытащил из кармана бутылку вина, взятую на дорогу. При этом мы с понтом качнулись, будто пьяные. Дал мне отпить прямо из горлышка, хлебнул сам. Мы обнялись и чмокнулись. В постовой засмеялся, мы благополучно очутились во Франции. Из Гросс-Росселя на трамвае, пробегающем прямо между зеленью пастбище возделанных полей, невиданный в России сельский трамвай, доехали мы до железнодорожной станции Форбах, официальной французской пограничной станции. Там мы из предосторожности не сели на поезд, а пешком отправились за пять километров до следующей французской станции Кохерен. Шли днем среди культурной европейской природы. Не переход границы, а очаровательная идеалистическая прогулка на лоноприроды в стиле Карамзина. В Кохерене мы сели на поезд и прямым путем доехали до Парижа. Но Париж, русский Париж, нас уже знал. Когда мы были в Берлине, газеты «Последние новости», «Дни» и «Возрождение» писали о наших берлинских похождениях и перепечатали из руля открытые письма Александра Ярославского. Но Ярославский твердо решил не иметь больше дела с эмигрантской печатью. Когда Александр Керенский, которому Ярославский давал почитать рукопись повести «Бродячий лектор», возвращая ее, сказал, «Зачем же вы ее берете? Мы бы с завтрашнего дня начали ее печатать в наших днях». Вот Осип Соломонович Минор тоже находит, что она подходит. Ярославский, однако, решил, чем печатать в днях, лучше совсем не печатать. Ближе сошелся Ярославский в Париже с анархистами, в частности, с товарищами Беркманом и Волиным Эйхенбаумом. Последней, интереснейшая и симпатичнейшая фигура в эпоху Гражданской, ближайший сподвижник Махно и, так сказать, теоретик Махновщины. Пока Ярославский тосковал по советской родине, я лично спешила изучать жизнь Парижа. А когда мы были в Берлине, то Берлина. Причем, главным образом, определенную сторону этой жизни. Ночлежные дома, кабаки, преступный мир, проституцию. Недаром Ярославский еще в России мне говорил. Стоит мне на минуточку оставить тебя одну, посидеть где-нибудь в скверике, и я могу быть уверен, что, вернувшись, застану тебя в обществе проституток или карманников. Есть в Париже улица Рю-де-Соль. Рю-де-Соль знает не каждый истый парижанин, но бродяги ее знают. Она, между прочим, расположена в довольно буржуазном районе. Среди буржуазных улиц затерялась одна не столь буржуазная, совсем коротенькая и кривая, как курительная трубочка старого кабачика. Когда входишь на Рю-де-Соль, все дома ее сразу же видны наперечет. На одном из них, узеньком, втиснутом между двумя другими, у входа отвисает чуть жалобно выцветший красный флаг. В подъезде на ступеньках и возле этого дома толпятся бродяги. Мужчины, женщины, с ними дети. Их всех собрал сюда под красным флагом ни Коминтерн, ни Ленин, ни Мопр, нет, барон Ротшильд. И вообще, красный флаг в данном случае играет роль не знамени, а отличительного признака. В этом доме помещается еврейская ночлежка, содержащаяся на средства парижской еврейской буржуазии, главным образом Ротшильда. Ночевать мне там не случалось, но я проводила там целые дни, приходя под предлогом обедать. Там я беседовала с ночлежниками и изучала быт. В ночлежке этой в течение двух месяцев каждый, все равно парижанин или даже совсем иностранец, получает совершенно бесплатно ночлег, чай с хлебом, обед и ужин. Кормят почти досыто. И, во всяком случае, обед много питательнее и сытнее, чем в советских услонах и управдомах. Ночлежка на Рюде-Соль еврейская ночлежка, но по тому же образцу в Париже имеются лютеранская и католическая ночлежка. Если вспомнить, что в советской России ночлежные дома платные, еда в них, тем более за деньги, если подумать о том, что Ермаковку совсем ликвидировали, невольно приходит на ум, что даже буржуазная благотворительность совсем не так бесполезна. И уж во всяком случае, во всей своей смешной сентиментальности стоит все же выше черствой социалистической опеки большевиков. Барон Ротшильд, вашу руку, я вас не знаю, но право же, вы порядочнее лицемерной сволочи из Моссовета, вы гораздо порядочнее. О ночной жизни Парижа скажу только, что в монпарнавских кабачках вышибал официанты, дерутся и вышивают нищих так же вульгарно и больно, как в Москве на самотеке, что парижские опаши такие же задушевные ребята, как наши медьки малайи и сережки рыжие, и что вообще жизнь везде одинакова. В Париже мы пробыли недолго, всего два месяца. Ярославский настаивал, чтобы возвращаться в Россию, мне это было не очень по душе. У меня имели свои совсем другие планы. Вот бы связаться с Махну, который тоже находится в Париже, и можно было бы затеять веселую игру на Украине, отчаянную игру, левую игру, истинно революционную и революционную по блатному. Но Ярославского эти мои планы не прельщали. Он упорно думал только о Советской России, а очень уговаривать его я даже не считала себя в праве, как можно насиловать совесть человека. А человек определенно считал себя виноватым перед революцией и советской страной и хотел свою вину искупить. «Еду в Россию расстреливаться, а если большевики меня не расстреляют, тем лучше». И он поехал на советскую родину, которая его так отвратительно, так тупо не поняла. За Александра Ярославского не только как за любимого, как за соратника, как за однодельца, как за клиента, выражаясь по-нашему, по-блатному, а прежде всего как за гениального поэта, загубленного вашей бездарностью, клянусь я отомстить. И не только за него, за расстрелянных поэтов, Гумилева, Льва Черного, загадочного Фаина, за затравленного и доведенного до самоубийства Есенина. И еще клянусь отомстить за того несчастного стрелка, чья рука поднялась, чтобы дулом нагана выключить гениальный итог мысли из мудрого мозга Александра Ярославского. За всех расстреливающих стрелков, под гипнозом ваших лицемерных лживо-революционных слов, идущих бесконечно на преступления наемного или подневольного убийства, за всех их не ведущих, что творят, клянусь отомстить словом и кровью. И клятву эту я исполню, если только, разумеется, этой моей автобиографии не суждено стать автонекрологом. Конец второй части. Субтитры создавал DimaTorzok